А теперь о другом громком скандале, разразившемся в Канаде. Симфонический оркестр Торонто отказался от сотрудничества с пианисткой украинского происхождения Валентиной Лисицей, которая высказывала в соцсетях свое мнение о событиях на Украине. Мнение, полностью расходящееся с принятым в демократической Канаде. Я выражала иную точку зрения, но я никогда не ожидала, что в ответ мне запретят выступать. Мне предстояло выступать с симфоническим оркестром Торонто с концертом Рахманинова, а вовсе не пропагандировать какие-то политические взгляды. Билеты уже все распроданы, и тем не менее, мне отказали в выходе на сцену из-за содержания моих твитов, заявила Валентина Лисица. Действительно, во всем виноват твиттер. После начала конфликта на Украине Валентина Лисица завела микроблок под названием «Недоукраинка». Это название она придумала после того, как премьер Украины Арсений Яценюк в одном из выступлений назвал жителей Донецкой и Луганской областей недочеловеками. Мы связались с Валентиной Лисицей, и вот что она рассказала. Я доставляла как раз другую точку зрения новости, которые никогда не показывали, потому что одна сторона, украинцы, они и береги, и пушистенькие, и зайчики, и очаровательные, и хочется обнять, а другая сторона, либо вообще не существует, как недорики, как сказал наш премьер-министр, или просто это расходный материал. Ну что, убьют их, но у всех же будет светлое будущее, и, кстати, мы немножко сейчас людей пострадали. Валентина Лисица считает эти обвинения не просто беспочвенными, но и оскорбительными. Обо мне пишут, она за Кремль. А я украинка, и я говорю об украинцах, о судьбе украинского народа, о том, как несправедливо с ним обошлись, о том, как начиналась эта ужасная, братоубийственная, гражданская война, говорит она. Мне кажется, что это просто неприлично. Если мы на полном серьезе начнем объяснять, кто что думает, то это уже некая Орвеловщина. Это худшие примеры времен советской цензуры и времен маккартизма. Страницы как в прошлом США, так и в прошлом России, которыми не стоило бы гордиться. Вы смотрите аналитическую программу «Постскриптум» в студии Алексей Пушков. Казалось бы, мы все уже видели на Украине. Но нет, нынешний режим продолжает нас удивлять. На этой неделе выяснилось, что и Тимошенко, и партия «Свобода» оказываются никто иные, как агенты Путина, которые по его заданию работают на подрыв с современной Украины. Полагаю, что этим дело не ограничится, и в глазах режима, успешно превращающего Украину в несостоявшееся государство, все его оппоненты скоро превратятся в агентов Путина. Среди других безумств киевской власти принятия закона, запрещающего советскую символику, в том числе и Знамя Победы, а также заявление Порошенко о том, что Вторую мировую войну развязали Гитлер вместе со Сталином. Теперь Украина может стать еще более разобщенной, поскольку регионы на востоке страны разделяют позитивный взгляд Москвы на советское прошлое, пишет по этому поводу американская газета Wall Street Journal. По мнению газеты, такие действия еще более усугубят раскол в украинском обществе. И это верно. Не случайно вчера Порошенко встретили в Одессе криками «фашизм не пройдет». О поиске агентов Путина в украинской политической верхушке и других безумствах киевской власти рассказывает Артем Широков. Провод глушает. Создание суверенного государства Донецкая народная вода. Резминка. Год назад Народный совет ДНР единогласно решил, что с нынешней киевской властью Донбассу больше не по пути. Позднее 11 мая за независимость проголосовало и большинство населения на референдуме. Однако этот год вместил в себя не только радость побед. Карательная операция Киева, но чем больше зверствовали батальоны нацгвардии, тем многочисленнее становилось ополчение Донбасса. В итоге киевских карателей удалось не только отбросить от Донецка, но и нанести им серию крупных поражений. Таким образом ДНР и ЛНР заставили с собой считаться, хотя год назад в Киеве никто их серьезно не воспринимал. Все считали, что данная, так сказать, проблема будет решена в течение нескольких дней и дальше возьмемся за Крым. Так об этом писали и говорили. И в этом смысле мы видим, что Донбасс жертвует собой и благодаря этому во многом в Крыму сейчас спокойствие. Но в окрестностях Донецка обстановка по-прежнему напряженная. Ежедневно с украинской стороны десятки обстрелов. Именно поэтому пышных празднований годовщины ДНР не было. Тем более, что Киев еще больше ужесточил экономическую блокаду Донбасса. В Угледаре украинские пограничники уже несколько недель не пропускают сотни грузовиков с продовольствием. Продукты, предназначенные для Донбасса, начинают гнить. Вот курица уже тает, вот она, можно сказать, вот она мягкая. Вот течет. А вот, две недели вот в машине она лежит. На срыв минских договоренностей в очередной раз обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Мы уже призываем и будем это делать все более настойчиво. И официальные власти в Киеве, и Францию, и Германию, как гарантов минских договоренностей наряду с нами, к тому, чтобы было оказано воздействие на правительство Украины, которое необходимо заставить выполнять то, под чем подписался их президент. Однако киевской власти, похоже, не до этого. Она погрязла в коррупционных скандалах. Главный из них разгорелся вокруг премьера Яценюка, которого обвиняют в многомиллиардных хищениях. Отстраненный глава Госфининспекции утверждает, что новая власть успела то ли похитить, то ли растратить более 7,5 миллиардов долларов. Украинское руководство научилось воровать так хорошо, что помести его сейчас в Сахару в одних трусах, оно и там найдет, что украсть, причем в миллиардных количествах. Тебошенко потребовала создать следственную комиссию, чтобы выяснить, почему тарифы для населения подняты в несколько раз, а при этом деньги МВФ бесследно исчезли с украинских счетов. Немедленно отправить Яценюка в отставку призвали у стен Верховной Рады и сторонники националистической партии «Свобода». Другими словами, парламентская коалиция трещит по швам. Сегодня правительственная партия блокирует трибуну, обвиняет отдельных депутатов, а это происходит из-за того, что правительственную партию и это правительство обвинили в коррупции на миллиарды. И теперь они готовы перевести внимание на что угодно, говорить о чем угодно, только бы заговорить вопрос о расследовании их многомиллиардной коррупции, их лжи, их лицемерия. На защиту Яценюка в парламенте бросился его соратник по Народному фронту Герасченко, который всюду видит мифическую руку Кремля. То же самое Путин делает и сейчас. Уровень дискуссии, который поднят партия «Свобода» блоком Юлии Тимошенко и Юлии Владимировны лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин, хуже, чем уровни Одесского привоза. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода», которая обынкротилась на этих выборах. Что и говорить, уровень паранойи в мозгах украинских политиков сегодня просто зашкаливает. И понятно почему. Ну и нельзя же выйти к народу и сказать, ребята, мы вообще-то идиоты, но руководить хочется и воровать дальше, поэтому, значит, и дальше будет все так же плохо. Как-то надо объяснять, откуда же взялись все эти проблемы. Ну вот экономика разрушена, потому что Путин виноват. Народ протестует, потому что это агенты Путина. Значит, возникли внутренние дрязги в самом верхушке режима. Значит, это агенты Путина борются с агентами Путина при помощи агентов Путина. Им на смену готовы прийти очередные агенты Путина. Одновременно украинская власть занимается переписыванием истории. Принимая в Киеве президента Польши, очередное провокационное заявление сделал Петр Порошенко. Боковнянские могилы. Боковнянские могилы – свидетели страшных событий 1939 года, когда Гитлер вместе со Сталином развязали кровавую боню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу. И это было сказано не случайно, а явно приурочено к визиту польского президента. Верховная Рада тут же приняла закон, по которому Украина отказывается от термина «Великая Отечественная война». Теперь 8 мая станет Днём памяти и примирения, а 9 мая Киев будет праздновать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более того, ветераны АУН и УПАД ныне официально признаны борцами за независимость Украины. То есть, получается, теперь все герои, кроме тех, кто боролся как раз против нацизма, по большому-то счёту. Сейчас пока ещё Верховная Рада не решилась объявить врагами тех, кто боролся в рядах Красной Армии против нацизма. Но опять-таки уже косвенные такие решения в эту сторону приняты. Например, запрещена вся советская символика, героика, все советские там медали. Министр культуры Украины уже пообещал убрать из исторического музея все выставленные награды, полученные украинцами в советское время. Акценты должны быть сделаны на то, что славят нашу победу, нашу борьбу за независимость. И это в год 70-летия Великой Победы. Большего цинизма даже вообразить трудно. Однако лишь единицы Верховной Раде возмутились в принятом решении. Сегодня, к сожалению, идёт широкая дискуссия о том, а был ли День Победы. И хочу сказать, что да, этот праздник был, и мы будем делать всё, чтобы этот праздник всегда остался в сердцах наших детей. И чтобы никому было не позволено переписывать историю нашей страны. Вот только история Украины уже переписывается. В Киеве утверждён новый учебник для 11 класса и методическое пособие для учителей, куда включены события на Евромайдане, а также дана оценка трагедии 2 мая в Одессе. В начале мая 2014 года в Одессе пророссийские боевики, вооружённые автоматами и пистолетами, напали на мирный проукраинский митинг, застрелив несколько его участников. После этого они укрылись от возмущённых демонстрантов в городском доме профсоюзов. От коктейля Молотова занялись ходные двери, а само здание подожгли изнутри. В следствии расстрелов проукраинских мирных демонстрантов и пожаров, вспыхнувшего в доме профсоюзов, погибли более 40 человек. Более откровенной лжи, наверное, не бывает. Территории Крыма и Донбасса названы в новом украинском учебнике временно оккупированными, а местное население – сепаратистами и предателями. Более того, карательная операция киевских властей именуется Российско-Украинской войной. Так что ненависти и русофобии теперь официально будут обучать юных украинцев уже со школьной скамьи. О том, что обо всем этом думают простые украинцы, Порошенко узнал в пятницу, приехав в Одессу. Люди его встретили криками «Убийца!» и «Фашизм не пройдет!» Артем Широков, Алексей Богданов, аналитическая программа «Посткрик». И еще о событиях на Украине. Вчера руководство французской разведки выступило с сенсационным для Запада заявлением. Россия никогда не готовила вторжения на Украину. Выступая в Национальной ассамблее страны, глава французской разведки генерал Кристоф Гомар заявил. Американские спецслужбы предоставляли НАТО ложные сведения о вторжении российских войск на Украину. «Мы действительно установили, что русские не размещали ни командных пунктов, ни органов тыла, в том числе полевых госпиталей, которые позволили бы совершить военное вторжение. Но при этом подразделения второго эшелона также ни разу не двигались с места», заявил генерал Кристоф Гомар. По словам главы французской разведки, американская разведка играет решающую роль в НАТО, в то время как с французскими разведственными службами считаются в меньшей степени. В НАТО заявляют, что русские готовят вторжение на Украину, однако ничто эту гипотезу не подтвердило. Таковы слова Кристофа Гомара. Как представляется, это многое ставит на свои места. И еще раз доказывает, никакой информации о России, исходящей из Соединенных Штатов, верить нельзя. Да и к другой тоже следует относиться с крайней осторожностью. Ведь именно спецслужбы Соединенных Штатов готовили Джорджу Бушу-младшему доказательства о наличии оружия массового уничтожения у Ирака перед оккупацией Соединенными Штатами этой страны. И вот очередной уже какой по счету рецидив лжи, вскрытый на сей раз французской разведкой. Эдгард Винкевич, глава МИД Латвии, сравнил Россию с Третьим Рейхом. В понедельник он написал. Чем больше я наблюдаю за современной Россией, тем больше прихожу к выводу, что она закончит как германский рейх после Первой и Второй мировых войн. И уже будет поздно. Граудиндж возмущен. Кроме него извиняться за это оскорбление некому. Официально отреагировала лишь премьер Латвии. Да и то довольно странно. А точнее отстраненно. Нетрудно говорить о причинах, почему он такое написал. Я сама вчера прочла его заявление в Твиттере. Сказано было слишком сильно, но это его личное мнение. Я считаю, что высокопоставленное лицо такого уровня, министр иностранных дел, не имеет права комментировать и высказывать такие суждения, как частное лицо. Он представляет страну, он возглавляет дипломатическое ведомство. Такое, кстати, уже было с украинским коллегой Ренкевича, Дещицей. Не сдержал свой язык? И где сейчас Дещица? Посол в Варшаве. Не более того. У нас на высказывание Эдгара Ренкевича жестко отреагировал комитет по международным делам Госдумы. Там заявили о необходимости урезонить зарвавшегося латвийского министра, который болтает всякую чушь, вплоть до санкций в отношении его страны. Латвийские неграждане это поддерживают. Сделать так, чтобы он просто не мог выполнять полноценно функции главы МИДа. Пусть сидит в Латвии и строчит комментарии, и думает о своем поведении. В Латвии нет министра иностранных дел. Есть министр по делам США в Латвии. Это вот такая наша местная специфика, это печальный факт. И все заявления Ренкевича, это не просто какой-то выпад бесшабашного интернет-тролля, это четко согласованный с американцами вброс. А Тай Ренкевич, персона здесь не случайная. Он, так сказать, официально ненавидит Россию, ведь ценности у нас не те, что у него, открыто признающего себя геем. Я понимаю его, может быть, не диалоги, он обижен. Он активный член МГБТ-сообщества, который выступает за максимальное проникновение сексуальных свобод, начиная со школьной скамьи, он высказывался за это. Но наш закон, которым мы запретили пропаганду гей-ценностей среди несовершеннолетних, конечно, он, его, наверное, вывел из себя, и он по этому поводу переживает, не спит ночами. Вскоре все имелатрии будут рассматривать закон по ограничению секс-пропаганды среди детей. Вот и пример такой пропаганды. Скандальный ролик Латвийской ассоциации планирования семьи и сексуального здоровья «Цветок папоротника». Он пропагандирует как можно более раннее сексуальное воспитание. Текст такой. Он щупает уши, большой фалец ноги, краник и другое, и так познает себя. Здесь же и рассказ об однополой любви. За этот закон уже высказалась комиссия Сейма по образованию. Оренкевич запрет подобных роликов в детсадах и школах охарактеризовал как стремление не к свободной Латвии, а тоталитарной стране, которую потом можно будет сдать Кремлю. И после этого к портрету министра иностранных дел Латвии действительно нечего добавить. Юлия Гробовская, Евгений Федоров, Александр Нестерова. А теперь о другом громком скандале, разразившемся в Канаде. Симфонический оркестр Торонто отказался от сотрудничества с пианисткой украинского происхождения Валентиной Лисицей, которая высказывала в соцсетях свое мнение о событиях на Украине. Мнение, полностью расходящееся с принятым в демократической Канаде. Я выражала иную точку зрения, но я никогда не ожидала, что в ответ мне запретят выступать. Мне предстояло выступать с симфоническим оркестром Торонто с концертом Рахманинова, а вовсе не пропагандировать какие-то политические взгляды. Билеты уже все распроданы, и тем не менее, мне отказали в выходе на сцену из-за содержания моих твиттов, заявила Валентина Лисица. Действительно, во всем виноват твиттер. После начала конфликта на Украине Валентина Лисица завела микроблок под названием «Недоукраинка». Это название она придумала после того, как премьер Украины Арсений Яценюк в одном из выступлений назвал жителей Донецкой и Луганской областей недочеловеками. Мы связались с Валентиной Лисицей, и вот что она рассказала. Я доставляла как раз другую точку зрения новости, которые никогда не показывались, потому что одна сторона, украинцы, они и береги, и пушистенькие, и зайчики, и очаровательные, и хочется обнять, а другая сторона, либо вообще не существует, не долики, как сказал наш премьер-министр, или просто расходный материал. Валентина Лисица считает такие обвинения не просто беспочвенными, но и оскорбительными. Обо мне пишут, она за Кремль, а я украинка, и я говорю об украинцах, о судьбе украинского народа, о том, как несправедливо с ним обошлись, о том, как начиналась эта ужасная бортоубийственная гражданская война, говорит она. Мне кажется, что это просто неприлично. Если мы на полном серьезе начнем объяснять, кто что думает, то это уже некая Орваловщина. Это худшие примеры времен советской цензуры и времен маккартизма. Страницы как в прошлом США, так и в прошлом России, которыми не стоило бы гордиться. Вы смотрите аналитическую программу Постскриптум в студии Алексей Пушков. Казалось бы, мы все уже видели на Украине, но нет, нынешний режим продолжает нас удивлять. На этой неделе выяснилось, что и Тимошенко, и Партия Свободы оказываются никто иные, как агенты Путина, которые по его заданию работают на подрыв с современной Украины. Полагаю, что этим дело не ограничится, и в глазах режима, успешно превращающего Украину в несостоявшееся государство, все его оппоненты скоро превратятся в агентов Путина. Среди других безумств киевской власти принятие закона, запрещающего советскую символику, в том числе и Знамя Победы, а также заявление Порошенко о том, что Вторую мировую войну развязали Гитлер вместе со Сталином. Теперь Украина может стать еще более разобщенной, поскольку регионы на востоке страны разделяют позитивный взгляд Москвы на советское прошлое, пишет по этому поводу американская газета Wall Street Journal. По мнению газеты, такие действия еще более усугубят раскол в украинском обществе. И это верно. Не случайно вчера Порошенко встретили в Одессе криками «фашизм не пройдет». О поиске агентов Путина в украинской политической верхушке и других безумствах киевской власти рассказывает Артем Широков. Провод глушает. Создание суверенного государства «Станинская народная вода». Республика. Год назад Народный совет ДНР единогласно решил, что с нынешней киевской властью Донбассу больше не по пути. Позднее, 11 мая, за независимость проголосовало и большинство населения на референдуме. Однако этот год вместил в себя не только радость побед. Карательная операция Киева, но чем больше зверствовали батальоны нацгвардии, тем многочисленнее становилось ополчение Донбасса. В итоге киевских карателей удалось не только отбросить от Донецка, но и нанести им серию крупных поражений. Таким образом ДНР и ЛНР заставили с собой считаться, хотя год назад в Киеве никто их серьезно не воспринимал. Все считали, что данная, так сказать, проблема будет решена в течение нескольких дней и дальше возьмемся за Крым. Так об этом писали и говорили. И в этом смысле мы видим, что Донбасс жертвует собой и благодаря этому во многом в Крыму сейчас спокойствие. Но в окрестностях Донецка обстановка по-прежнему напряженная. Ежедневно с украинской стороны десятки обстрелов. Именно поэтому пышных празднований годовщины ДНР не было. Тем более, что Киев еще больше ужесточил экономическую блокаду Донбасса. В Угледаре украинские пограничники уже несколько недель не пропускают сотни грузовиков с продовольствием. Продукты, предназначенные для Донбасса, начинают гнить. Вот, курица уже тает. Вот она, можно сказать, мягкая. Вот, течет. Две недели вот в машине она лежит. На срыв минских договоренностей в очередной раз обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. Мы уже призываем, и будем это делать все более настойчиво. И официальные власти в Киеве, и Францию, и Германию, как гарантов минских договоренностей наряду с нами, к тому, чтобы было оказано воздействие на правительство Украины, которое необходимо заставить выполнять то, под чем подписался их президент. Однако киевская власть, похоже, не до этого. Она погрязла в коррупционных скандалах. Главный из них разгорелся вокруг премьера Яценюка, которого обвиняют в многомиллиардных хищениях. Отстраненный глава Госфининспекции утверждает, что новая власть успела то ли похитить, то ли растратить более 7,5 миллиардов долларов. Украинское руководство научилось воровать так хорошо, что помести его сейчас в Сахару в одних трусах, оно и там найдет, что украсть, причем в миллиардных количествах. Тибошенко потребовала создать Следственную комиссию, чтобы выяснить, почему тарифы для населения подняты в несколько раз, а при этом деньги МВФ бесследно исчезли с украинских счетов. Немедленно отправить Яценюка в отставку призвали у стен Верховной Рады и сторонники Националистической партии «Свобода». Другими словами, парламентская коалиция трещит по швам. Сегодня правительственная партия блокирует трибуну, обвиняет отдельных депутатов, а это происходит из-за того, что правительственную партию и это правительство обвинили в коррупции на миллиарды. И теперь они готовы перевести внимание на что угодно, говорить о чем угодно, только бы заговорить вопрос о расследовании их многомиллиардной коррупции, их лжи, их лицемерия. На защиту Яценюка в парламенте бросился его соратник по Народному фронту Герасченко, который всюду видит мифическую руку Кремля. То же самое Путин делает и сейчас. Уровень дискуссии, который поднят партия «Свобода» блоком Юлии Тимошенко и Юлии Владимировны лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин, хуже, чем уровни одесского привоза. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. Что и говорить, уровень паранойи в мозгах украинских политиков сегодня просто зашкаливает. И понятно, почему. Ну и нельзя же выйти к народу и сказать, ребята, мы вообще-то идиоты, но руководить хочется и воровать дальше. Поэтому, значит, и дальше будет все так же плохо. Как-то надо объяснять, откуда же взялись все эти проблемы. Ну, вот экономика разрушена, потому что Путин виноват. Народ протестует, потому что это агенты Путина. Значит, возникли внутренние дрязги в самом верхушке режима. Значит, это агенты Путина, борются с агентами Путина при помощи агентов Путина. Им на смену готовы прийти очередные агенты Путина. Одновременно украинская власть занимается переписыванием истории. Принимая в Киеве президента Польши, очередное провокационное заявление сделал Петр Порошенко. Боковнянские могилы. Боковнянские могилы – свидетели страшных событий 1939 года, когда Гитлер вместе со Сталином развязали кровавую боню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу. И это было сказано не случайно, а явно приурочено к визиту польского президента. Верховная Рада тут же приняла закон, по которому Украина отказывается от термина «Великая Отечественная война». Теперь 8 мая станет Днем Памяти и Примирения, а 9 мая Киев будет праздновать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более того, ветераны АУН и УПАД ныне официально признаны борцами за независимость Украины. То есть, получается, теперь все герои, кроме тех, кто боролся как раз против нацизма, по большому-то счету. Сейчас пока еще Верховная Рада не решилась объявить врагами тех, кто боролся в рядах Красной Армии против нацизма, но опять-таки уже косвенные такие решения в эту сторону приняты. Например, запрещена вся советская символика, героика, все советские там медали. Министр культуры Украины уже пообещал убрать из исторического музея все выставленные награды, полученные украинцами в советское время. Акценты должны быть сделаны на то, что славят нашу победу, нашу борьбу за независимость. И это в год 70-летия Великой Победы. Большего цинизма даже вообразить трудно. Однако лишь единицы Верховной Раде возмутились принятым решением. Сегодня, к сожалению, идет широкая дискуссия о том, а был ли День Победы. Я хочу сказать, что да, этот праздник был, и мы будем делать все, чтобы этот праздник всегда остался в сердцах наших детей, и чтобы никому было не позволено переписывать историю нашей страны. Вот только история Украины уже переписывается. В Киеве утвержден новый учебник для 11-го класса и методическое пособие для учителей, куда включены события на Евромайдане, а также дана оценка трагедии 2-го мая в Одессе. В начале мая 2014 года в Одессе пророссийские боевики, вооруженные автоматами и пистолетами, напали на мирный проукраинский митинг, застрелив несколько его участников. После этого они укрылись от возмущенных демонстрантов в городском доме профсоюзов. От коктейля Молотова занялись входные двери, а само здание подожгли изнутри. Вследствие расстрелов проукраинских мирных демонстрантов и пожаров, вспыхнувшего в доме профсоюзов, погибли более 40 человек. Более откровенной лжи, наверное, не бывает. Территории Крыма и Донбасса названы в новом украинском учебнике временно оккупированными, а местное население сепаратистами и предателями. Более того, карательная операция киевских властей именуется Российско-Украинской войной. Так что ненависти и русофобии теперь официально будут обучать юных украинцев уже со школьной скамьи. О том, что обо всем этом думают простые украинцы, Порошенко узнал в пятницу, приехав в Одессу.